всем привет с вами сергей проект по а передо мной книга от автора гаррета л пауэлла называется на угли войны вышел на от издательства азбука но супер обложки без супер обложки на видит вот следующим образом это настоящая космическая опера полной неизвестности и тайн обещает нам сайт какой-то и много чего тут они обещают что тут прям прям вообще умная смешная трагическая космическая опера которая демонстрирует остроумие пауэлла его привязанность к персонажам навыки построения мира не и непредсказуемые повествовательные изобретения знаете на самом деле я когда планировал снимать этот отзыв я не мог сформулировать свое отношение к этой книге думал вот снять мне злообзор или просто похвалить книгу там рассказать что хорошего видео вы знаете я не сильно люблю ругать книги потому что я в каждом авторе в каждом произведении нахожу что-то хорошее ведь зачем-то его издали зачем-то написали за этот роман я принялся потому что знаю что уже второй том анонсирован ближайшее время появится в продажу и сразу скажу что я планирую и его приобрести но минусов здесь хватает как собственные плюсов какой же я банальный так начну с чего начну я с с поруганием во первых здесь главные действующие лица это женские персонажи да можете начинать уже метать но мужики здесь буквально несколько первый это адмирал который истерично орет который плюет багровеет лицом там и так далее и готов там лишь бы вот все было как он сказал там уничтожить очень многое и совершает гадкие поступки в конце произведений второй это медик недоучка это парниша который не может спать ему надо спать при свете он писается прямом смысле он боится всего он но внезапно у него там что-то там появится ближе к концу произведения есть шпион который работает там на разведку и так далее много лет там и джунгли каких-то . это находился но его кинули на захлостную какую-то заброшенную планету в которой он там догнивать так сказать должен был и в результате он попадает на корабль делать основное место действия будет и он там придает родину то один раз то потом еще раз видимо первый раз был непонятно что он все таки придает свою разведку так себе короче персонаж да вы согласитесь и собственно все то есть мужских персонажей больше нет не будут будут еще персонажи корабли дело в том что здесь корабли класса хищник они созданы там убивать уничтожать и прочее и в их основу там положена генетика то есть там есть стволовые клетки от человека поэтому например у самой главной главной на вы уже чувствуете самый главный у корабля который называют злая собака которую называют имя такое вот это корабль как раз таки у нее будут человеческие задатки она будет думать как я могла совершить такое то будет пытаться искупить свою вину в частности например после одних трагических событий которые являются здесь ключевым против событий рассказывается на самых первых страницах это его произведение где в том что принимает решение один высокоподставленное лицо естественно женщина принимает решение есть планета на которой есть мыслящие джунгли то есть это там человечество уже далеко далеко космос там разлетались по всяким планетам вот есть планета например где мыслящие джунгли а ну естественно этот человек это люди которые с друг с другом сражаются до сих пор человечество продолжает он там разбираться тут две фракции есть я толком и не понял какого они друг с другом сражается но видимо это не совсем важно и автор тоже не считает что-то что-то важное мне кажется взял что-то из основы противостояния ссср и холодная война сша да он взял что-то там противостояние север-юг там что-то колониальное против каких-то там за равенство братства ну короче там современная чушь вот вот это все противостояние взято за основу и вот они сражаются вот на этой планете внезапно там собирается все руководство одной из сторон и что предпринимает это храбрая женщина она говорит да уничтожь нахрен эту планету то есть в выжге все и в результате вот как раз таки участвует наша злая собака в этом и уничтожается там мыслящие джунгли то есть там мега такой взрыв который уничтожает там живые существующие существами у меня даже язык заплетается уничтожая там и руководство и таким как сказать ударом они уничтожили зло и прекратили войну которая могла разрастись разрастись по всяким планетам там и много-много миллионов было погибших после этого события сама злая собака принимать решение типа я больше воевать не буду я буду дом возврата иду шутку дом возврата это специально такая организация которая создана за основу взята история что много-много лет назад была такая цивилизация который занимал не вмешивалась никакие политические дрязги и прочее она просто спасала людей спасала там других существ спасала вот пол просто патрулировала все пространство там не солнечная система там сети звезды и прочее и они и прочее вода опять я сказал слово паразит буду его отлавливать звезды планеты скопления всякие они патрулируют и помогают там кто застрял кто там терпит крушение кому там поесть чего-то нет они вот помогают к этакий красный крест в галактическом масштабе но потом внезапно они пропали и вот спустя много лет бабушка главной героини создает дом возврата создает ту же человеческую организацию который тоже занимается тем что принимает туда ты вот мог там всех людей уничтожить но если ты говоришь я теперь дом возврата тебе все прощается теперь тебя все обнулилось и ты можешь в этой организации помогать сироткам помогать попавшим в сложную ситуацию летать патрулировать и вот спасать его собственно начинается действием уже после того как описалось как уничтожилась планета например как современная злая собака который там вооружена убрали там и прочее она у командуется одной из главных героинь то что несколько главных героини все ведется от первого лица и вот капитан как она спасает нам тоже опять какой-то экипаж сожалению там с ошибкой со смертью другого члена экипажа и вот они получают сигнал бедствия внезапно какой-то лайнер на котором было много-много людей потерпел крушение и они ближе всех находятся и собственно они отправляют сюда спасать разбираться что же это произошло причем странное совпадение там как-то сигнал бедствия послали крейсер этот отключился вроде бы там во всех рейсерах вот эта вся система с умным интеллектом да то есть они там связываются с друг с другом общается вот наша злая собака тоже буду там общаться с каким-то другими крейсерами и военными типа хищники с обычными и вот вокруг это начинает крутиться сюжет потому что непонятно почему потерпел крушение этот лайнер летит туда наша злая собака с экипажем в четыре человека спасать на она только для дозировки до заправки она приземляет одной планете где подбирает вот этого шпиона помните вам говорю мужское роль в которого подбирать шпиона и подругу шпиона которая с противоположной стороны а наш минут на другую сторону да вообще все на этом корабле и все персонажи были когда-то тут с одной стороны то с другой тут это все их объединяет но естественно у каждого свои цели не зря называются угли войны что война вроде бы как погашенного таким мощным ударом естественно возненавидели все это решение но вроде бы и мир но кто-то не согласен кто выиграл то не выиграл и тут что-то похоже раздувается раздувается и вокруг этого лайнер потепешево крушение и пассажиры пассажирки естественно пассажирки вот которая интересно но ею заинтересованы очень многие там какая-то странная история эта история расскажется в этом произведении что за она и вроде бы вот такое сюжет начало сюжета и поймите здесь все вроде бы написано прям про канон по канонам найти то есть как будто ты смотришь какой-то блокбастер мне вообще такое ощущение что автор такой профессиональный ремесленник то есть ему сказали надо вот так вот так вот так надо короткие главы есть короткие главы по 3-4 надо от первого лица он так пишет карта первого лица там вот от злой собаки от капитана там от например от этого шпиона недоделки на этого от этого кого там еще взять там от а даже существа которые там существуют на корабле и он как раз таки другая представитель другой расы да и вот он странно размышляет там короткими такими емкими фразами там копать работать лечить помогать он там ну очень специфически вообще честно говоря не совсем я понял зачем он нужен там только в конце немножко поясняется ну видимо что показать что человечество через столько лет все-таки какие-то расы там другие существуют ну что вообще сам факт о том что человечество вылетела в космос ну чисто случайно какой-то корабль смесь звездной организации случайно пролетал мимо солнечной системы о заглянул а смотрите тут человечество и серия разом таки при прилетели туда давайте им поможем дадим технологии вот уже человечество уже летает по другим планет так себе на самом деле ход и что мне еще понравилось например тут вместо крушения где клайнер потерпел крушение это довольно интересно какая-то архитектурное строение то ли планеты то ли что непонятно кем оставлены специфические названия там мозг печень там тогда как будто бы знаете в космосе здоровенные статуи такие летают туда вот с экскурсии летают посмотреть что это такое как это кем это было создано догадки кита строй теории вот и тут происходит крушение естественно что-то с этим будет связано нам потихоньку это все будут рассказывать но все так по-голливудски каждая глава заканчивается неожиданной концовкой ты уже следующую главу читаешь уже там с другой стороны там и так далее и в результате вот эта множественность этих персонажек главных да и все остальные вообще неважно там все отметаются или умрут или пропадут или очень можно не придавать им значение плюс вот до интрига есть то есть ты вот читаешь ну чем же это все закончится чему-то все придет и постоянно постоянно такой лекал но знаете не хватает какой-то что ли азарта не хватает какой-то профессионализма души не хватает у произведения я не думаю что такое могу сказать про казалось бы космо оперу вот но вот какой-то слаженности что ли то есть мне действительно впечатление сложилось что вот дали шаблон надо писать так так и вот поэтому шаблон прямо написали чтобы понравиться всем вот эти сильные женские персонажи отсутствие нормальных мужских персонажей хотя казалось бы но автор там мушоком уже явно мужа за за 45 уже не помню в возраст его даже смотрел в этом в интернетах ваших на хваленых и вроде бы если интрига вроде бы есть вот эти гру и строение к витой космос но все так вскользко какие-то глобальные вещи например ну кораблем сказали что нельзя там головы голове шнур стыкать все запрещено не будем решать сказали что большие расстояния так далее но все равно есть для триангуляции есть множество точек и можно там спокойно наводиться на цель там точность до двух сантиметров выстрел такие даже он делает ok сказали что например наша злая собака она существует технология которая может уничтожать другие корабли а давай конечно придумаю как то технологии войти там вот по щелчку сейчас попробую и все получится и все получилось естественно вот какой-то саркастический все-таки злообзор до вышел на будет все-таки злообзор несмотря на это я куплю вторую книгу потому что эта книга жвачка эта книга позволяет как блокбастер какой-то посмотреть вроде бы ты там себя считаешь но я хочу хорошее кино только смотреть там который заставляет задуматься они находишь просто почитать книгу развлекаловку книгу чтоб мозг отдохнул но в то же время интересно смотреть за приключением не вдаваться в эти подробности в развитие технологии в развитие человечества не задавать вообще вопросов почему так а где эти люди а как может там флот находиться вот валют как вот так вот могут спрятать а как вот эта технология может совмещаться а где вот эти все а как это все явно что выстрелит а когда тебе говорят что там бабушка главной героини вот вот она такая ну явно что-то ж с этим будет связано то есть слишком прямые в лоб такие подсказки вот как будто ты смотришь действительно блокбастер в котором прям вот тебя считает что ты вот ну не дофантазируешь тебе надо все в лоб так все объяснить коротко там ну вот они конфликтуют потому что эти капиталисты а эти там за свободу демократию и вот они вот сражаются друг с другом а эти вот вот такие или тараса ну пускай вот такая она будет неудивительно что с восторгом встретили эту книгу мне кажется в европе в америке и прочее где вот это прям все торжествует но у меня такого восторга не получилось вот но опять же повторюсь я не пожалел что прочитал эту роману я кайфанул да здесь экшена нет как таково-то даже драки будут по сути парочку только там в начале буквально вот и в конце но сама идея вот идея связана мысли я так понимаю связано с войной с последствием пост пост травматика до после войны последствия убийства человека уничтожения целой планеты как это сказывается на психике людей это вот показывается но я по крайней мере это видел или я это вижу я хотел видеть это но надо же какие-то выводы для себя сделать вот за это ставлю плюс и я вторую книгу прочту честно говоря здесь поставлена точка в истории прям завершённо можно только ее прочитать мне даже интересно что будет во втором произведении ну понятно еще какой-то видно конфликт придумать она не замуж трасса к это добавится решение такое вот но здесь история завершенная это тоже радует потому что как-то не хочется знаете глобальный космопер где непонятно чем же все завершится здесь вот то что автор задумал от начала до конца все что он развесил ружья там и так далее они выстрелили . поставлена вот там какой-то конфликт какая-то ситуация она вот разрешилась и с углями войны с углями войны наверно правильно говорить у меня страдают ударением автор разобрался он их успешно задул пеплом несмелым подернулись угли костра вот закончилось все расставаться пора читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока